К другим темам в Долгодеревенском. Школьники устроили пикет против второй смены. Ученики хотят заниматься с утра. Детям нужно готовиться к ЕГЭ, поэтому учиться до вечера у них просто нет времени. В школу с проверкой нагрянул областной Минобр. Каков вердикт ведомства, расскажет Андрей Михайлов. Вот так не с букетами, а с плакатами. Школьники на линейке 1 сентября заявили о протесте. Десятиклассники не хотят учиться во вторую смену, о чем гласят надписи на плакатах и требуют привести их заниматься с утра. С рассветом удобнее планировать день и для Ани Смолиной. Девушка учится в 10 классе, намерена стать клиническим психологом. Для поступления в медицинский вуз нужно сдать химию. Но с репетитором не срослось. Ездить на дополнительные занятия вечером просто не получается. Многим нужны дополнительные курсы, чтобы поступить в какие-либо университеты и получить высшее образование. И все эти курсы проходят в первой половине дня, во второй половине дня. А в это время мы как раз учимся. Многим школьникам пришлось отказаться от репетиторов и приходится грызть гранит науки в одиночку. Дети предложили руководству школу свой выход из ситуации. Они готовы учиться даже в коридорах. Но педагоги разводят руками. Обучать детей вне кабинета запрещено. В школе должно учиться 800 человек. По факту на занятия ходят 1600 учеников. Нагрузка колоссальная. Руководство приняло решение привести всех десятиклассников во вторую смену. Была альтернатива. Либо седьмые классы идут во вторую смену, либо идут десятые классы во вторую смену. Но в седьмых классах у нас по факту занимается 150 детей. Это семь классов. Семь классов и один класс СКО у нас еще. Десятый класс. Вот у нас сформировалось три класса, где 54 было ребенка на 1 сентября. Скандал вмешался областной Минобор. Нагрянул учреждение с проверкой. Представители ведомства вынесли свой вердикт после изучения ситуации. По санитарным нормам и правилам в первую смену обучаются обязательно только дети первых, пятых, девятых, одиннадцатых классов и классы, работающие по адаптированным программам. Здесь это все соблюдено. Строительство новой школы в Долгодеревенском запланировано через четыре года. Тогда в первую смену перейдут все ученики. В ближайшие пять лет проблема со второй сменой в Челябинской области будет решена. Мы пока не можем решить проблему обучения в одной смене. Сегодня мы уже в рамках проекта бюджета на следующий год закладываем строительство пяти новых школ, в том числе и в селе Долгодеревенское. Строить школы в Сосновском районе начнут в следующем году. Сначала учебное заведение появится в микрорайоне Славино. Андрей Михалюк, Александр Рязанцев, ОТВ.